сегодня нам можно все доброе время суток сегодня я решил снять видео о резонансе я когда-то очень давно начала свой видео канал видео обзор с резонанса что такое резонанс я показывал опыт с дрелью мы можем это видеть по ссылке можно будет перейти на порам на первый мой опыт когда я при помощи определенных манипуляций при помощи напряжения добился резонанса что когда при резонансе дрель работала то есть неважно хочет кто-то посмотрит сегодня я тоже буду говорить немножко резонанса но с другой стороны вот мне эту идею подбросил один мой подписчик андрей ромейко вот мы с ним недавно от нас так сказать переписываться общаться и он мне подбросил эту идею но сказал посмотри говорит фильм старый советский фильм о резонансе что ты думаешь по этому поводу ну и соответственно я естественно посмотрел этот фильм и как бы мысленно я переместился в прошлое и помню то что я учил вроде электроники то что и так далее не будем так сказать об этом кто я также ссылку поставлю на вот этот фильм который мы можем отрывочками видеть если кому-то будет интересно посмотрите его целиком вот и когда я смотрел этот фильм я провел некоторые аналогии с тем что я рассказывал в предыдущем моем видео о джон сирлы о его магнитном генераторе которые якобы невозможен и там начали сразу писать что он просто но бред несет и так далее и тому подобное я сделал целое видео не буду отвлекаться на этом вот каждый из моих подписчиков он постоянно мне чем-то помогает я хочу выразить огромную благодарность отдельным личностям я как это сниму видео про тех людей кто мне помогают вот есть один человек который помог мне оформить канал просто совершенно бесплатно просто вред ты делаешь хорошее дело я тебе помогу я сказал я в долгу не останусь когда-то я тебе пригожусь вот можем это видеть заставка которая была в начале видео также сам мой канал оформлен это все благодаря вот этому моему подписчику другой сделал пожертвование 1 доллар 96 центов то есть на мой кошелек сказала и может быть кто-то еще что-то подбросит можно будет покупать тестовые закупки разных там ну допустим типа бтг или еще что-то но я сказал на это деньги тратить опасно но дело не в этом помогает кто как может одни советами другие какие-то интересные материалы вот недавно буквально человек также мой подписчик сбросил целый материал поящей по ячейки стейнли мэйера и разработки вот так мы можем видеть ну то есть огромная статья я когда немножко проанализировал пришел к выводу что как обычно это все неполное кусочки от того отголоски той как бы вещи который разрабатывал сам стэнли мэйер вот андрей рамейка этот он мне рассказал показал сайт очень интересный вот мы можем его видеть здесь продается и генератор pvm генератор который вырабатывает 42 килогерца частоту 21 и 10 для распада воды на водород кислород используются три частоты я захотел его естественно купить и у меня возникли сомнения потом но во первых я поставлю также ссылку на этот сайт у них продается огромное количество просто вы когда по зайдете посмотреть это огромное количество разных прибамбасов для того чтобы распада расщеплять воду на кислород и водород получать газ брауна посмотрите сами я естественно загорелся купить и вот этот вот pvm генератор поскольку ячейка я уже тысячу раз и показывал не буду показывать она у меня есть но не хватает генератор тот генератор который собрал он просто не выдает той частоты которая нужно и мы с ним начали общаться не спеши все покупать потом попозже сначала я тебе хочу кое-что показать как бы пообщаемся и он не косвенно начал намекать на некоторые вещи так вот вернемся к тому видео который он вот сейчас мы его можем видеть кусочки что меня натолкнуло что такое резонанс резонанс и там есть механический резонанс для тех кто говорится может быть когда-то слышал что по мосту солдаты строим не ходят на знаете тех кто не знаете будет для вас очень хорошая новость почему потому что когда солдаты идут строим по мосту возникает у каждой вещи есть свое колебание у моста также есть свое колебание так вот эти солдаты когда идут по мосту и есть они не дай бог их не шаги строевые шаг совпадает с колебаниями моста то мост раскачивается и происходит обвал я не знаю откуда это взялось возможно было ли такое в истории или нет но я думаю дома без огня не бывает потому есть такая поговорка солдаты по мосту строим не ходят идут врозь разнобой так вот есть этот резонанс токов есть резонанс напряжение это фактически одно и то же когда емкость определенной ген мили генри или генри не емкость а индуктивность который измеряется в генри вот и определенной емкости конденсатор если взять с определенной частотой то возникает резонанс допустим есть колебания вот 100 килогерц и в этой в колебаниях есть определенное напряжение допустим 5 вольт так вот вам момент резонанса это напряжение может в раз возрасте до 500 вольт вот такая вот как бы это я на пальцах очень утрированно очень просто для того чтобы понять что такое резонанс это кто есть амплитуда самая миссию амплитуда не частота то есть а амплитуда то есть как бы мощность напряжение возрастает в сотни раз допустим с пяти может возрасти до 500 это все грубо на пальцах объясняю чтобы можно было поднять что такое резонанс для тех кто не в курсе для тех кто курсе лучше помолчите не пишите всякие гадости что вы такие умные профессор мне вообще один комментатор придурок пишет про резонанс меня в пятом классе и изучаю резонанс то есть этот дебил он хочет сказать что он якобы в пятом классе изучал что такое резонанс у них преподавали извини брат это вас наверно специальная школа для особо обделенных обделенных преподают резонанс в пятом классе у нас как бы такое преподавали в институтах на все по старинке но неважно я не об этом и вот он не начинает рассказывать что так учить меня что такое резонанс ладно я отвлекся опять идем к чему я хочу подвести так вот резонанс в этом фильме вот кусочек я ставлю говорится что когда возникает резонанс напряжение колебательного конкур сопротивление колебательного контура уменьшает в механических системах резонанс наступает тогда когда частота внешние силы совпадает с частотой свободных колебаний когда частота источника переменного напряжения совпадет с частотой свободных колебаний контура его сопротивление резко уменьшается ток в контуре возрастает для того чтобы был постоянный резонанс нужно убрать сопротивление так я специально буду так говорить не по порядку немножко так вот перепрыгивать чтобы вы поняли одно донести месседж ту мысль как говорится тех не имеет мозгов пусть лучше выключит и не смотрит мои видео а мы все мои подписчики это очень умные люди и как правило собирается определенные менталитет соприде я собираются определенные единомышленники я считаю что все те кто подписан они думающие и будут еще умнее развиваться и понимать так вот если мы убираем сопротивление механическом резонансе когда убирается трение и торможение допустим если маятник раскатывается мы можем видеть раскатывается маятник если убрать торможение то этот маятник может колебаться не затухать эти колебания если убрать трение и сопротивление воздуха очень долго скажем так я не буду говорить использовать это слово которые заезжены вечно, ну, скажем так, долго, очень долго. Так вот, в колебательном контуре, если мы убираем сопротивление, что будет происходить? Будет происходить незатухающие колебания. И тут возникает такая фигня, как так. Ну, рано или поздно, по закону сохранения энергии, это всё должно прекратиться, но оно не прекращается. Все мы знаем про опыты, которые мы часто видели, вот этот опыт можем посмотреть. С трубой медной и магнитом. Когда мы бросаем магнит неодимовую в медную трубу, возникает ток и фуко, я сразу же объясняю принцип работы вот этого, что магнит медленно падает через эту трубу, возникает ток и фуко, и магнит, как бы, благодаря тем напряжениям, токам, воссоздаётся магнитное, электрическое магнитное поле, которое не даёт этому магниту быстро падать. Понятно, что такое ток и фуко, найдёте, посмотрите. Не буду опять об этом. Так вот, и возвращаемся к одной такой вещи. Вот посмотрим, вот видео. Тоже магнит. Это залито жидким азотом. Что мы видим? Она как бы приклеена. И если даже перевернуть, то она не открепляется. Получается левитация. Так? А теперь вернёмся к тому, что я говорил раньше про Джон Сёрла. Вот этот момент. Температура в комнате упала резко до 4 кельвинов. Взгляд, вот какие. Отсюда идёт холод, как с холодильника. Вот. Поставили обруч алюминиевый. Ролики зашевелились быстрее намного. Когда нагрузка была увеличена до определённого уровня, температура внезапно упала почти до 4 градусов по кельвину, что почти равно нулю. Как это он померил, тоже неизвестно. Устройство взлетело к потолку, сильно ударилось об потолок, пробило его и зависло под крышей, унося за собой все кастрюли и утюги, которые потом с грохотом посыпались вниз. В центре этого диска образовался холод. Сверхпроводимость. Это очень низкая температура. Температура, ну как бы замерзания, скажем так, жидкого азота. Не замерзания, а просто температура жидкого азота. Это очень низкая температура. И автор не просто так это сказал. Это сверхпроводимость образовалась. В этом генераторе его был колебательный контур. И там образовалась сверхпроводимость. И вот этот вот парнишка, который повторил, и он также, вот мы можем видеть, это видео, он сказал, вот сюда когда дотрагиваешься, видим, да, возникает холод. А холод что дает? Появление сверхпроводимости. Вот месседж, имеющие глаза увидят, имеющие уши услышат, а мои подписчики, имеющие также еще и разум, поймут, что я хочу сказать. Для того, чтобы были не затухающие колебания, нужно, чтобы был сверхпроводящая среда. Вот так вот, вот то, что я хотел сказать, возвращаясь к генератору Джона Сёрла и возвращаясь к БТГ, бестопливным генераторам, вот она, подсказка нам подсказывает все. Мы друг друга общаемся, каждый подписчик мой что-то подбрасывает, какие-то интересные материалы, другой что-то советует, третий помогает и так далее. Мы уже, как я говорил, можете верить это, не верить, но это факт. Мы формируем определенное общественное мнение. С точки зрения эзотерики мы как бы сформируем определенный эгрегор. Ну, в эзотерику не будем углубляться, это дело эзотериков. Наше дело, что мы формируем определенное мнение. Благодаря этому мнению мы можем сделать определенный научный прорыв, прорыв, если мы объединимся, все наши усилия, весь наш интеллект, и у нас получится как бы тонкое подключение к информационному полю, о том, о чем говорил Вернадский, академик Вернадский. Эта тема все забылась, но информационное поле вокруг Земли есть. Хотим мы это, верим, не верим, не имеет никакого значения. Все мы в больше или меньше степени с этим связаны. И чем больше собирается определенная группа людей, единомышленников, возможно все. Ведь сегодня нам можно все. Вы по поводу плоской земельщиков, я постоянно чуть-чуть их троллю. Поймите правильно, почему я это делаю. Они в какой-то степени пытаются тоже сделать невозможное. И хотите я вам скажу, почему я их боюсь? Честно говоря, я их боюсь. Потому что плоская земля, возможно, если соберется огромная группа людей, как это было во времена Инквизиции, то плоская земля выйдет на первый план. Хотим мы это, не хотим, но оно будет. Из-за инакомыслия будет Инквизиция. Это факт. Мы переместимся при помощи квантовой физики, так же, как я говорил раньше. Мы можем переместиться в определенную вселенную. Я не хочу туда попадать. Где будут жить одни плоскоземельщики? Будут считать, что земля плоская. Она действительно станет плоской. Я этого не хочу. И потом я буду против плоскоземельщиков. Потому что это может реализоваться. Это может стать реальностью. Это значит, прощай вселенная. Прощай космические полеты. Прощай вообще все. Мы будем жить под куполом, под колпаком. Они хотят нас загнать во времена Инквизиции под колпак, чтобы проще управлять. Я больше чем уверен, что это финансируется именно теми же самыми людьми, которые управляют миром. Понимаете? Сильные мира сего управляют вот этими плоскоземельщиками. Для того, чтобы людей загнать обратно во времена, в каменный век. То, что они визжат, вы посмотрите их не в видео. Вот это ТМ-студия. Там они опыты ставят. Оборудование у них дорогое. Понимаете? Потому что идет финансирование. А кто их финансирует? Это не то, что я какие-то опыты на последние копейки собираю какие-то деньги. У них, допустим, лазерные лучи. Они взяли промышленный лазер, который стоит несколько тысяч долларов. И они там смеются. Юрий Кунгурал. Они с него стебаются. Мол, какой-то там дешевенький лазер взял. Я уже говорил. У них нет тут кофе финансировать, как у вас есть. Вот потому и проталкивают эту идею с плоской землей. Чтобы людей еще больше одурачить, отупить. А это возможно. Поверьте мне, я знаю, как это работает, эта система. Я был, общался по роду своей деятельности. Было время, я имел дело с определенными группами разных людей. Как это все управляется, как это все строится. Я знаю, как это изнутри. Возможно, все. Ведь сегодня нам можно все. Возможно, все. Поверьте мне на слово. Я знаю, о чем я говорю. Там можете писать, что поверьте мне на заслово. Не канает. Канает, канает. Все можно сделать. Ведь сегодня нам можно все. Все. Даже кажется, что невозможно, все становится возможным. Хорошо. Что ж, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания. Также подписываемся на мой новый канал, дублирующий, который я создал недавно, для того, чтобы ездить на тот случай, если я этот прикрою. Ну, вот и все. Будем прощаться.